МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Деловое утро на НТВ, а значит, ваш день начинается правильно. В студии Екатерина Коновалова. И Сергей Белов сегодня в программе. Продолжим затронутую тему в разговоре с экспертом. У нас в студии сегодня доктор экономических наук, председатель жилищного кооператива Роман Василенко. Доброе утро, Роман. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кредитные кооперативы и это такое новое воплощение уже печально известных нам финансовых пирамид? К сожалению, в современное время очень много различных организаций, которые себе выдают за официальные юридические лица, которые даже показывают какие-то флайеры или подкидывают объявления в ящики. Конечно, такие не стоит обращать внимания. Но в целом кооперация – это касса взаимопомощи, старая добрая касса взаимопомощи, которая является объединением, добровольным объединением граждан с целью реализации каких-то целей. И в целом кредитная организация или кредитные кооперативы – это хорошая вещь. Но только нужно изначально смотреть в корень. Нужно обязательно смотреть, насколько это законная организация, есть ли у нее регистрация, есть ли история, есть ли довольные пайщики, которые имеют свою позитивную историю. То есть, в принципе, эта организация может и не обмануть, и можно вложить деньги, не прогореть? Да, это возможно. Но, опять же, все индивидуально, и нужно обязательно смотреть на историю этого юридического лица, на довольных пайщиков. А если это вновь созданная организация? Вновь созданная организация имеет свой недостаток в том, что ему еще нечего показать. И, конечно, трудно дать заключение такому предприятию, которое только создалось. Тот кооператив, который я создавал, тоже когда-то был новый. И мы, когда начинали, нам тоже нечего было показать. Мы шаг за шагом показывали через положительные примеры, позитивные примеры, и показали реальный результат. Тогда легче. Опять же, надо смотреть на историю. Как отличить добросовестную организацию от недобросовестной? Добросовестную организацию можно определить первое. Это должна быть официальная регистрация. Второе. Надо смотреть на профессионализм, руководство, правление, председателя. Как разобраться в этом? Это история. На сегодняшний день все, что у нас есть в социальных сетях, все, что есть в интернете, есть история, которую очень легко отследить. Ведь сейчас все можно проверить. Роман, а существуют ли на сегодняшний момент какие-то положительные примеры кооперативов? В нашей стране зарегистрированы порядка 60 тысяч различных видов кооперативов. Жилищно-строительные, накопительные, жилищно-накопительные, жилищные, садовые, потребительские, кредитные. Много кооперативов. И яркий пример это современные жилищные кооперативы, которые на сегодняшний день действительно предлагают доступную программу приобретения жилья, которые действительно являются альтернативой ипотеке и которые на сегодняшний день доступны молодежи, доступны людям со средним доходом. Потому что 80% населения нашей страны нуждаются в улучшении жилья, как минимум. Почему же туда не многие идут? Почему же все предпочитают по старинке ипотеку? Для того, что ипотека имеет коммерческую основу, она, конечно, выгодна для наших банкиров, потому что это хлеб для банка. А люди-то не очень выгодно. У людей выхода нет. Тема кооперации была давным-давно, старая, добрая кооперация, она была давным-давно забыта. Люди боятся кооперативов. Люди боятся. К сожалению, есть у нас, опять же, есть недобросовестные руководители этих кооперативов, которые просто остановили всю работу. Люди не потеряли деньги, но они ждут реализации и возврата своих денег. Что я вынесла из этого разговора, что кооперативов не стоит бояться, но надо относиться к ним с осторожностью. Да, нужно обязательно смотреть на историю, нужно смотреть на практику, нужно обязательно видеть довольных пайщиков. Конечно, нужно разбираться. В любом деле в наше время нужно разбираться. И любая услуга, которая предлагается в современном мире, она требует обязательной экспертизы. Спасибо большое, Роман. Итак, я напомню, что у нас в студии сегодня был доктор экономических наук, председатель жилищного кооператива Роман Василенко. Роман Василенко